Экзамены по вождению с 1 апреля будут принимать по новым правилам. Для будущих водителей автомобиля отменят автодром. Демонстрировать опыт вождения перед комиссией им предстоит сразу на городских дорогах. Подробности в репортаже Ульяна Крамаренко. Змейка, парковка и гараж. Основные элементы маневрирования кандидаты в водители тренируют на автодроме. На этой площадке им предстоит сдать первый этап экзамена. Если все пройдет гладко, ученик получает доступ ко второму этапу на улице города. С 1 апреля путь кандидата к водительским правам сократится в два раза. Демонстрировать змейку, парковку и гараж придется сразу на дороге. Я надеюсь попасть в последний вагон, что меня не застанет вся цепочка событий. Это будет спокойно также на дороге какие-то упражнения выполнять. Безусловно, это очень... Во-первых, будут все переживать. Во-вторых, опыта мало и, соответственно, паника в любом случае присутствует. Автодром на экзамене останется для тех, кто осваивает мопед, мотоцикл и квадроцикл. Для всех остальных сотрудники ГИБДД готовят новые маршруты по городу. Куда впишут и все упражнения с автодрома. Как будут выглядеть маршруты на практике, в автошколах не знают. Мы еще сами не знаем, как говорится, что это будет. Посмотрим, как покажут. Мы-то не отменим это ничего, потому что с 1 апреля все это начнется. Сейчас сделают новые экзаменационные маршруты. И там уже будет видно. Может, оно и лучше будет. Госавтоинспекция намеренно не раскрывает инструкторам карты. Во время экзамена инспектор будет импровизировать и называть направление. По задумке ГИБДД, новый подход позволит исключить механическое заучивание маршрута к экзамену и поможет подготовить кандидатов к вождению в реальных условиях. Остальным участникам движения переживать не стоит, говорят в ГИБДД. Парковаться на тесных стоянках, например, гипермаркетов, новичка на экзамене никто не попросит. Постановлением правительства предусмотрено, что именно данные упражнения могут выполняться как в условиях дорожного движения, но с одной оговоркой. Это должны быть территории с малоинтенсивным движением, либо закрытые площадки. Но это не говорит о том, что это будет производиться в жилой зоне, например, либо на территории кого-то торгового центра. Все будет ограничено. Участники дорожного движения могут не беспокоиться за целостность своих автомобилей. В Хабаровском крае экзамены в автошколах каждый год успешно сдают 15 тысяч новых водителей. При этом по статистике ГИБДД в аварии гораздо чаще попадают опытные автолюбители со стажем более 20 лет. Новички за рулем фигурируют только в каждом десятом происшествии на дороге.